Так, ребятки, всем привет, с вами снова я, Жека. Ну и сегодня мы с вами посмотрим на очередную модификацию от автора модов XBC, и это DAV95ATI. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Понятное дело, что, скорее всего, тут... Да, всё... всё в идеале, только вот что-то странное с задними габаритами, но, может быть, в реально, в игре это будет незаметно. Ну-ка. Ну, по идее, не сильно будет заметно. На качество фотографии это не повлияет. У нас есть дневная кабина со спальником, со спальником на крыше, со спальником, ну, сзади. Есть большая кабина и есть супер большая кабина. Ну, давайте на ней остановимся. По шасси у нас, как видите, их много. Даже есть BDF-ные варианты. Есть лоудэки. Есть... так... Давайте оставим 4 на 2. В общем, как всегда. Давайте оставим 4 на 2 в таком случае, потом просто покажу ещё в отрывке, какие есть у нас прицепы к этому грузовику. Так, движки, походу, такие же, как на DAF... Как на моде DAF F241, хотя у меня этот мод отключён. Ну, ладно, поставим 735. По коробкам 16 ступок, но тут такой мощности особо не будет. Кстати, у меня вопрос. Печально, ну ладно. Не меняется никаких шильдиков, ну и чёрт с ним. Так, салон. Я бы сказал, неплохо. И вот этот даже вполне себе... Вот этот, да, он как раз то, что нужно. Да, если вы хотите... Вот вполне то, что нужно, но вот этот вот косичок присутствует. При этом, ну... Да, плюс-минус на всех он присутствует. Да, что-то XBC немножко накосячил с текстурками. Немножечко. Но я думаю, это не сильно страшно. В принципе, переживём. По покраскам. Имеется вот такая. Вот такая, вот такая. Бьёрк имеется. Так, идём дальше, идём ниже. Полным-полно окрасов. Всяких разных. Разных по красоте, в том числе. Что называется, красить не хочу. Даже Бош есть. Бринг какой-то есть. То есть, великое множество раскрасов. Даже Рейбен. Разных. Рейбен разных вариаций. Есть вообще чёрная какая-то. Да. Есть реально великое множество красов. Что у нас снизу? Вот, кстати, мне нравится это. В чём разница? Вьюфту и... В чём разница? Ладно, выберем вьюфту. Или вот... Не-е-е. Это же отвратительно. Идём по аддонам. Тоже великое множество. Краска раз, краска два. Давайте этот оставим. Краска... Серый пластик, пластик и просто крашеная. Колёс своих нету. Ух ты. Чё я раньше не замечал эту резину. Ну ладно. Давайте её откроем. Дисков своих тоже нету. Давайте чёрный тогда. В общем, ничего своего толком-то и нету. В плане колёс. Крылья просто пластиковые. Тут у нас есть кэзэ-эти спойлеры. Заводской вариант. Серый пластик снизу. Чёрный пластик и в краску. По резине. А вот сзади такой хорошей резины по экономичности нету. Ну давайте вот этот. Вот к нём. Ты мне начинаешь раздражать обилием трейдеров. Ну ладно. Пытаюсь не психовать на это. Сзади есть брызговики. Можно их либо поставить, либо... Либо снять. Ну я думаю мы их оставим. Ну что спойлер. Да, тут правильно спойлер. Тут уже посмотрели. Кстати, а не, есть откуда воздух брать. Да ладно. Краска пластик. Ручка дверная. Логотип дафа, кстати, очень в этом месте, кстати. Дефлекторы. Краска серый пластик. Чёрный пластик. Ну, да, оставим краску. Фары пока что под будущее заготовлены. Кенгурятники не будем пробовать. Брызговики с фарами. Брызговики без фар, да? Всё. Вообще здесь фары ставить очень глупо. На мой личный взгляд. Потому что их очень быстро добьют. Передний бампер. Серый пластик. Чёрный пластик. И крашеный пластик. Тут давайте вот крашеная. Тут всякие разные фонарики. Рамка лобового стекла. Можно тоже в серый пластик. В чёрный пластик. И в крашеный пластик. Давайте покрасим. Козырёк. Честно. Этот выглядит посоленнее. Этот выглядит прикольнее. Ну, давайте этот возьмём. Так. Чё у нас тут? Гудок. Как это мы поставили. Зеркала. Пластик. Пластик. И справа появляется дополнительное зеркало. И крашеное. Тоже с дополнительным зеркалом. Давайте вот так оставим. И два варианта логотипа DAF. DAF простой и DAF Лейланд. Не знаю, в чём разница. Ну, это логотипа, конечно же, поставим. Теперь пошли в салон. Посмотрим, что у нас в салоне можно сделать. Навигатор. Подождите. Так понятно. О! Из тюнинга DAF уже присутствует. Всё, что угодно. Четыре варианта руля. И отвратительно. Давайте чёрное ставим. На мой взгляд, отвратительно. На ваш взгляд, может быть, и нет. Кружечки, аксессуары. Что сюда можно воткнуть. Что сюда втыкается. Да. Настерпелись того, что было. Ну ладно, кружки лезут хорошо. Мы понимаем это дело. Почему они так много не ставят. Ну ладно. Ха-ха-ха. Да, правильно. Кота туда, да. Освежители воздуха. Понятно. Ну, частичь адаптирован. Адаптирован сисл. Что это? Подушка с надписью храпа. СКСовцы, вы совсем? Ладно, подушка. Ладно, как ради прикола, да. Кстати, XBC сдвинь. Чуть-чуть триггер подушки к стене. Потому что так она стоит, не опираясь ни на что. Любая причём, да. Любая подушка стоит, не опираясь ни на что. Это косичок небольшой. Ну ладно. Ну давайте бежевое одеяльце. Боковое зеркало. К сожалению, не крашеное. Что у нас тут? Видели, пробовали. Что тут? Логотип Дафа. Что-то... О! Свои, Дафовские, эти самые. Вымпела есть. Даф Пакар. Даф Олд Пенант. Пенант. Старый значок Дафа. Даф Пакара. Ред. Красный значок Дафа с Пакаром. И Даф. Высшая передача. Давайте это. Угу. И навигатор у нас единственный вариант. Вот в этом месте. Ну, в принципе, по грузовику у нас все. В принципе, знаете, вот как-то тут дыряво, но возможно, так он и выглядит. Так. Принять. Это мы покупаем. Ну, и через пару мгновений вы увидите прицепы БДФные для него. И потом уже перейдем к тестированию грузовика в реальных условиях. Ну, вот, ребятки. Значит, как вам понять, что это именно прицепы для этого грузовика. Они написаны. На них написано. XBS трейлер. Вот он сам. Прицеп. Шварцмюллер. Изотерма и шторка. В этом плане ничего нового. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет изотерма. Шасси одно. Цвета разные. Можно под цвет своего грузовика подстроить. То есть, любой вариант для вас доступный. Что у нас тут? Забыл, как это называется правильно. Холодильник, короче говоря. Так, резины ничего своего нету. Понятненько. Это единственный вариант ящика. Скудновато. В плане прицепа. Ну, если, конечно, не покрасить, то... Кстати, имеется лифт. Этот гидравлический. И все. А что у нас по шторе? Имеется. Тут ничего. Все то же самое, только без холодильника. Ну, ладно. Тогда, ребят, через пару мгновений вы увидите, что если представляет грузовик... Грузовик... Сам грузовик в день. Так. Ну, вот, ребятки. Мы, в принципе, в грузовике нашем замечательном, да? Вот такой у нас дав в реальности. Ой, в игре. Задний фонарик, к сожалению, выглядит отвратительно. Смотреть сюда не советую. Если меня XBC смотрит, то... Пожалуйста, что-то поправляй с текстурой. Просто что-то поправляй с текстурой. Ну, давайте начнем проверки. Значит, время. Проверим освещение. Значит, это у нас габариты. Ближний. Не понимаю, где что щелкает. Вот. Теперь видно будет все. Это значит габариты. Это дальний. Ты уже подумал, что что-то сломалось. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит снаружи. Габариты. Сзади. Ближний. Дальний. Значит, поворотники выглядят у нас вот так. По бокам тоже имеются. И по бокам с двух сторон имеются, да? Значит так, гудок. Ну, этот гудок поприятнее. Обычный звук поворотников дафа. Ладно. Дальше выбираем двенадцать. Не бейся, что так сделали переход. И давайте сделаем поганую погоду. И включим дворники. Понятное дело, что они работают. В разных режимах, конечно же. Тут тоже все работает, да? Ну, хорошо. Так. Теперь давайте мы найдем для него грузик. И заодно заведемся. И заодно все сделаем. Все, что нам нужно. Вы прикалываетесь. Чем поближе есть. Да. В любом случае, мне нужно находить груз для него. Ну-ка, внешние заказы. А, ну да. Кто бы сомневался. Я с ним подключил этот профиль. Ну ладно, возьмем вот этот вот. Потом просто от него избавлюсь. Итак. Заводимся. Еще более современный. Этот самый. Звук. Еще более современный звук двигателя. Что, к сожалению, печально. Заклохло. Трескало торможение. Машина была. А знаете, что я забыл? Так, на клаве он вообще не управляем. Ну, понятное дело, что большая часть людей будет играть на нем с рулем. Это все работает. Это все тоже работает. Но, на все равно, и так все понятно, что все работает. Так. Прямые перевозки. Испытаем его на скорость. Посмотрим, что он из себя представляет. Так. Ну ладно, давайте с кроной профилайнером поедем. За работу. То есть, да, есть косячок в том плане, что... Я не ожидал, что вот такой вот будет засвет. Такое паршивое отражение будет на... Да, и на клаве он вообще не управляемый. К сожалению. Так что... Для тех, у кого есть клавя... Точнее нет руля. Я его не советую. По своему... Сейчас... Пробному опыту, я скажу, что... Ну, не для клавы он. Передачи щелкают. Как я там взял. Да, даже слабовато. Еще и тормоза у него велые. Ну, вот ты куда мы? Навигатор не совсем привычный месяц для меня, конечно же. Расходомер топлива присутствует справа. Прикольная фишка. Зарядка аккумулятора. Топливный бак. Кстати. Сколько у него топливный бак? Чего забыл-то? Вот и забыл сделать. 600 литров. Болезнь старых грузовиков. Маленький бак. Да. Но, честно говоря, ребят, я ожидал, что у него будет управляемость получше. На клавиатуре, но ладно. Ну, давайте его опробовать. Но звук, да, тоже забористый, такой приятный звучок. Ну, так, конечно, местами не хватает зеркала сверху. Ну, что, максимальный разгон пошел. Испытываем. 110 есть. Да, я думаю, 130 слегка будет. Потому что двигатель мощный. Как говорится, почему бы и нет. Ну, в общем, 120 точно будет. Это было ожидаемо. Ретарда присутствует. Есть где-то заправочка. Формально нет. Давайте попробуем вот на этом участке разогнать его до полной скорости. В общем-то, кстати, уже 16 передач. Ну, пробуем его разогнать. Нет, так нет, кстати. Нет того факта, что, как бы, ну, нет того момента, что у вас какая-то кнопка срабатывает на дальней... На дальней есть, конечно, рычаг срабатывает, а вот на ближней не срабатывает ничего. Увы и ах. Пробуем его, короче, еще гореть до последнего. И опять нам платка мешает. Ладно, ребятки. Я думаю, что вы сделали для себя определенные выводы. Я думаю, что на этом я вам всем скажу большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, конечно, рассказывайте всем своим друзьям про существование моего канала. Ну, также подписывайтесь на мою группу в ВК. И мне так кажется, что я здесь не запаркуюсь. Ну, и также вступайте в мою группу в Одноклассника. Она по играм от SKS Software. Музыка, кстати, без авторских прав. В принципе, вот такой вот неплохой грузовичок получился. Так что у него, конечно, нет такого необычного, но по количеству окрасов он меня порадовал. Но вот задние фонари как-то слишком сильно засвечены. Поэтому всем большое спасибо за внимание еще раз. Всем огромнейшей удачи. Ну и всем пока-пока. Мы еще с вами обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok